Тромбоэмболия легочной артерии Тромбоэмболия легочной артерии действительно это та проблема, которая меньше всего долгое время касалась эндоускулярных специалистов. Вообще проблема тромбоэмболии легочной артерии заключается в том, что кто должен лечить тромбоэмболию легочной артерии? Какой специалист? Коллеги, есть? Приехал пациент с инфарктом миокарда. Куда его повезут? Кто будет им заниматься? Ну понятно, кардиолог в кардиоэнергиционный блок, реаниматолог профильный. Если инсульт привезут, кто будет заниматься? Невролог. А если это тело, то кто будет заниматься? Да, вообще телой занимается тот врач, которому не повезло, этот пациент к нему попал. Тебе попал? Ну все, да. Терапевту попал, терапевт будет заниматься, кардиолог, кардиолог. Если пациент становится крайне тяжелым, то его переводят в реанимационное отделение. При этом какой профиль реанимационного отделения? Представьте, лежит больной после хирургического вмешательства, там, на артерии нижних конечностей. Ортопеды поработали, он лежит в правильной ортопедической реанимации. У него случится тело. Его что, переведут в терапевтическую реанимацию? Не, никто никуда не приведет. Твой больной, ты этим и занимайся. И в этом есть очень большая проблема, потому что протоколы ведения какого-то заболевания, их обсуждают, ну узкие специалисты, ну не знаю. Ну как стентировать коронарные артерии, обсуждают эндоваскулярные специалисты, принимают решение, как это надо лечить. Кардиологи решают, как лечить какое-то кардиологическое заболевание. А тело, она всем попадает, и все вместе, никто никогда это не обсуждает. Более того, долгое время не было нормальных катетерных способов лечения тромбоэмболии легочных артерий, и вообще кардиолога это особо не касалось, и эндоваскулярного хирурга это особо не касалось. Сейчас они появились. Если посчитать вот эту статистику, которую предоставили мне по США и Европе, а какое количество же тромбоэмболии легочной артерии возникает? Смотрите, до двух случаев на тысячу взрослых в год. В Москве официально около 13 миллионов человек, и детское население это там не больше 20%. Представляете, да, какое количество тело происходит? Тромбоэмболии происходят очень и очень часто. Это частая проблема. Долгое время эта проблема просто не диагностировалась. Сейчас с развитием технологии, по всему миру это происходит, появились компьютерные томографы. В компьютерных томографах появилась возможность введения контрастного препарата на постоянной основе, и во всех стационарах и поликлиниках катенгиографию с контрастом стали делать очень часто при подозрении, при любых подозрениях. И у ужаса стали находить большое количество пациентов с тромбоэмболией легочной артерии. Если говорить о катетерных методах, то, разумеется, не все больные с тромбоэмболией нуждаются вообще в каких-то тромболизисах, катетерных методах реперфузии. Европейские рекомендации, если на них посмотреть, и подход европейский и российский, например, очень сильно отличаются. В соответствии с европейскими рекомендациями, если у больного тело низкого риска, то знаете, где он лечится реально? Дома он лечится. Дома. Представьте, что в России вы поставили диагноз тромбоэмболией легочной артерии и не госпитализировали больного. Возможно такое или нет? Возможно такое бывает? Ну, может быть, в каких-то редких случаях бывает, но в большинстве случаев этих пациентов везут в стационар на всякий случай. Боятся. Но, на самом деле, я разделяю опасения этого врача, потому что, если что-то с этим пациентом происходит, а даже в когорте пациентов низкого риска, летальные эпизоды возникают при повторных амболиях, возникают эпизоды шока, право-желудочковой недостаточности, декомпенсации ее потом. И когда я обсуждал это в сообществе реаниматологов, которые этим занимаются, там эти больные тело с госпитализацией, мы обсудили такой неприятный момент. Он говорит, каждый раз, когда разбираем такие истории с тело, особенно у беременных, да, там или роженицах, то основная история разбора этого кейса плохого заключается в том, что подождите, у пациентки случилось тяжелое тело, она умерла. Так ведь диагноз-то уже был поставлен там месяц назад, да, хотя вроде показаний для госпитализации нет, но считается, что недосмотрели за больным. Поэтому в России эти пациенты чаще, чем во всем мире, госпитализируются в стационаре. Не знаю, хорошо это или плохо, да, с точки зрения нагрузки на коечный фон, наверное, плохо, но с точки зрения выявления кандидатов для возможной транскатетерной терапии, это хорошо. Разумеется, у пожилых пациентов, у кабарамидных пациентов, особенно у пациентов с онкологическими новообразованиями, это происходит чаще. Если перекладывать эти данные на Москву, то, ну, вот расчет компании, например, Boston Scientific, которую они предоставили, около 2000 в год в Москве, в Московской области 1,2 тысячи в год. Мы попросили рассчитать это с учетом американской модели наших партнеров, которые занимаются тромбоэмболией и легочной артерией. Они насчитали мне от 7 до 10 тысяч тромбоэмболий в год реально должно происходить в Москве. При этом рассчитать, сколько, какое количество этих тромбоэмболий с шоком мы не можем. Мы понять не можем, какое это количество этих пациентов, потому что по большому счету такой отдельной статистики не ведется. Нет статистики, какое количество у пациентов, каких пациентов возникает тромбоэмболия с легочной гипертензией, которая вызывает дисфункцию правого желудочка с повышением тропонина, с повышением сократимости. Мы тоже этого не знаем, но, безусловно, такие пациенты у нас есть. Основное лечение пациентов с тромбоэмболией и легочной артерией это, конечно же, антикоагулянтная терапия. Она там совершенствовалась с течением времени. Раньше было только простые нефракционированные гепарины, сейчас появились, потом появилась терапия варфарином, сейчас появились ноаки, это основные препараты для лечения такой группы пациентов. Но когда тромб попадает в какой-то бассейн любого органа, и легкие это не исключение, то естественный вопрос возникает, а неплохо бы этот тромб как-то убрать, или растворить, или механически убрать, для того, чтобы восстановить проходимость малого круга кровообращения. Какие способы у нас существуют? Первый способ, как ни странно, во всех рекомендациях, способ номер один эмболоктомии, стоит открытая хирургия. Вот, вот основной вопрос. Ну, у нас делали, да? Ну, это каждый раз, когда мы хирургам предлагаем взять пациента на открытую эмболоктомию, они находят много аргументов, чтобы не взять этого пациента, они очень боятся этой процедуры, оправданно боятся. Во-первых, это нестандартная процедура, да, для кардиохирурга, это довольно травматичная. Процедура, которая требует механической поддержки кровообращения в это время. В общем, хирурги неохотно берут, и в мире неохотно берут. У нас, получается, странные ножницы. В рекомендациях основной метод, я потом вам покажу европейские рекомендации, это хирургическая эмболоктомия у пациента, например, с коллапсом циркуляции. А на практике хирурги не берут, и основной метод на сегодняшний день это тромболитическая терапия. Тромболитическая терапия, да, действительно, это методика, которая применяется у определенной группы больных. Про нее немного поговорю. Что касается наших транскатетерных методик, которые есть, формально их можно разделить на две группы. Это транскатетерные методики, которые могут завести локально тромболитик с помощью катетеров в тромб. Потому что проблема тромболитической терапии в любом месте заключается в том, особенно когда это большие массы, что в закрытые сосуды, где большие тромболитические массы, тромболитик попасть не может, а нормально на всю толщу тромба он не действует. Предпринимались различные методики создать такой катетер, такие потеющие катетеры, которые на всем своем протяжении аккуратно, дозированно вводят тромболитик, в том числе и внутрь закрытого сосуда, и в те участки тромба, в которые тромболитика системного кровотока не может попасть. Но на сегодняшний день мы про это поговорим. В общем-то, во всем мире восстановились на комбинации катетера, которые вводят тромболитик с ультразвуком, который помогает этому тромболитику работать. В общем-то, простые катетеры все отошли. Все катетеры, все попытки разрушить, крутящиеся этанологи пиктейла и любые другие методики потом вводить тромболитик, они ушли в прошлое. На сегодняшний день они практически не применяются. И отдельно есть транскатетерные методики, существуют в мире, которые позволяют тромб механически захватить и убрать. Что касается тромболитической терапии, ну, это вот основное исследование, пиета, на которое ссылается рекомендации 2019 года по лечению тромбоэмболии легочной артерии европейские. Вы видите, что да, тромболитик работает, но работает не очень хорошо. Большое количество геморрагических осложнений. И по влиянию на общую смертность семидневную, вы видите, недостоверное влияние, по большому счету. Очень много проблем с системным тромболитикой. Тем не менее, он на сегодняшний день применяется, он есть в рекомендациях. Что касается, если просмотреть рекомендации различных сообществ, действующие на сегодняшний день, то транскатетерные методики действительно есть в рекомендациях европейских, американских, ЧЕСТ, есть консенсус PERT. Это вот новое, новое, новое термин появился. Да, у нас есть HUD-тим, у нас есть строк-тим, у нас есть клапанная команда. И вот появился новый термин PERT, это Palmen Reimbolism Response Team, то есть команда, которая занимается тромбоэмболией легочной артерии, которая тоже вводит свои рекомендации. И во всех рекомендациях появились эти транскатетерные методики. Абсолютно все рекомендации внесли их уже в список способов реперфузионного лечения наряду с системной тромбоэмболитической терапией, хирургической эктомией и ЭКМО, в том числе веноартериальное ЭКМО, которое используется на сегодняшний день как экстренный способ поддержки кровообращения у пациентов с ТЭЛО. Это еще одна методика, про которую мы немножко поговорим в рамках чем хирурги в операционных могут помочь при тромбоэмболии легочной артерии. Собственно говоря, вот две опции, которых мы можем помочь. Установить конюль веноартериального ЭКМО пациента СтЭЛО и использовать различные катетерные методики для растворения тромба или эмблоктомии. Ну, я думаю, что большинство присутствующих здесь, когда имел дело с тяжелыми пациентами с тромбоэмболией легочной артерии, использовал для удаления этих тромбов тот катетер, который под руку попадется. Чем больше гайд-катетер, тем лучше, который можно завести в легочную артерию. Раз за разом удаляются эти тромбы и в год некоторое количество вмешательств проходит в части стационаров. Особенно на операционный стол попадают крайне тяжелые больные, противопоказаны тромбоэмболитическая терапия в крайне тяжелом состоянии, в состоянии шока. Единственный способ хоть как-то восстановить гемодинамику это катетерным способом убрать. Если в двух словах назвать те методики, которые в Российской Федерации мы используем для тромбоэмболии, то это в общем-то ну оффлейбл такой, да. Почему? Потому что на сегодняшний день существующие катетерные технологии, которые когда-то применялись для тромбоэмболиологических отелей, применяются здесь, они изображены на этом слайде. Ангиоджет на сегодняшний день остановлен во всем мире, все, этих катетеров нет, они не производятся, они не продаются, они фактически недоступны. Есть прекрасная система от компании Пенумбра Индиго, они недоступны на сегодняшний день и регистрация в Российской Федерации по моим данным прекратилась, вывод на наш рынок этого продукта, который собирались выводить, мы разговаривали с нашими европейскими коллегами, европейского подразделения Пенумбра, они хотели это делать, и были подготовлены документы, на сегодняшний день это не делается, надеюсь, что может быть восстановят этот процесс. Еще один ретривер, который показал свою эффективность, это флоутривер от компании Инари, недоступен в Российской Федерации, разговаривал с представителем компании в прошлом году, даже идей выведения на наш рынок этого нет, и о чудо, удивительно, от компании Boston Scientific система Экос была зарегистрирована, когда была зарегистрирована? Я попросил сегодня прийти к компании Boston Scientific месяц назад. Мы что-то не видели салюта над Москвой, праздника, вот очень бы хотелось. Честно говоря, мы уже отчаялись, мы боялись, что вообще никакой катетерной технологии специализированной не появится, вот технология Экос действительно зарегистрирована месяц назад в Российской Федерации, и этот катетер появился. Собственно говоря, на сегодняшний день вам повезло, вы единственная компания с единственным катетером на рынке российском для того, чтобы проводить специализированное лечение. Если вернуться к рекомендациям острой фазы для пациентов с тромбоэмболией высокого риска, то что у нас в рекомендациях есть? Первое, что у нас есть, это системно-тромбоэмболитическая терапия для пациентов высокого риска. Если посмотреть исследования по тромбоэмболиям, вы видите, что уровень доказательств не очень высокий, всего лишь B стоит, хотя исследований и регистровых, и таких я нашел большое количество, но у них есть большое количество изъянов и сложностей, тем не менее, это доказанная методика для больных. В основном, когда о тромболизисе думают при ТЭЛО? Тромболитик не очень любит вводить при ТЭЛО. Когда думают, когда вы готовы вводить тромболитик у больных с ТЭЛО? Когда упало давление, это вот самое основное показание, когда у пациентов снизилось артериальное давление, есть действительно обструктивный шок, давление меньше 90, признак гиперфузии, используются там вазопрессор, катохоламин для поддержки гемодинамики, и вы понимаете, что да, других вариантов нет, нужно стартовать тромболитическую терапию. Раз. Когда у пациента есть признаки повреждения правого желудочка, перегрузка его объема на фоне высокого давления, он раздулся, межжелудочковая перегородка сместилась справа налево, у него снизилась сократимость, в анализе крови можно увидеть тропонин. Проводится ли у вас тромболитическая терапия? В части случаев проводится, но очень неохотно. В этих ситуациях каждый раз врач боится. Низкое давление хорошо действует на показания к тромболитии, дисфункция правого желудочка тяжелая, сложнее, но тем не менее это можно действительно обсуждать и делать, это вмешательство. Это основные пациенты, кому это проводится. Хирургическая энболоктомия. Первый класс, мы уже с вами об этом поговорили, класс 1, зеленый свет, но что-то очереди хирургов для того, чтобы этот ЭЛУ полечить совершенно нет. То, что касается нас, катетерные технологии, класс рекомендаций 2 европейских, это довольно высокий класс рекомендаций, некоторое время назад, до выхода этих рекомендаций, класс был 2Б, то есть их класс повысился. Что пишут? Что через кожное катетерное лечение должно быть рассмотрено у пациентов стелло-высокого риска при противопоказаниях тромболитической терапии или ее неэффективности. Причем обратите внимание, что когда эти рекомендации писались и их делались, то здесь очень есть сложная формулировка, что такое транскатетерная технология. Потому что одна из идей была написать механическую тромбоктомию из легочной артерии и катетерная технология, которая проводит эмболию. Но при появлении большого количества доказательной базы примерно одинаковой о влиянии на гемодинамику на правый желудчик системы ЭКОС ее внесли в этот ряд показаний. И здесь есть некоторая странность в написании, потому что ЭКОС относится к системам транскатетерного лечения. Но если противопоказан тромболизис, то нельзя использовать систему ЭКОС. А вот у больных, у которых неэффективна системная тромболитическая терапия, или предполагается, что она будет неэффективна при большом количестве тромб, действительно можно рассматривать эту систему ЭКОС. ЭКМО, экстракорпоральная мембранная оксигенация действительно может использоваться у этих пациентов и используется у этих пациентов. Причем, поскольку здесь доказательной базы мало, очень мало, презрительно мало, то подходы к использованию ЭКМО при ТЭЛО бывают разные. Например, есть центры, которые не проводят тромболитическую терапию, ставят веноартериальное ЭКМО, а веноартериальное ЭКМО предполагает мощную гиперонизацию и они сутки ждут на ЭКМО. В некоторых случаях мощная гиперонизация с высоко разогнутой из сети или АЧТВ на фоне ЭКМО приводит к клизису тромбоз без всякого тромболизиса. Сочетание ЭКМО с тромболитическим агентом довольно опасная история, но и это делается, но чаще всего в рекомендациях пишут о том, что и консенсусах о том, что ЭКМО неплохо бы сочетать с транскатетерными методиками и с хирургической эмболоктомией. Дорисович, что вы были на обучении в Европейском Групном Центре, что они говорили о сочетании ЭКМО с использованием системы ЭКОС, они как-то осторожны были? Ну, здесь основная проблема заключается в том, что как правильно отобрать пациента для ЭКОС, то есть не каждый пациент он подходит для этой системы, безусловно, и мы должны учитывать тот факт, что все-таки мы воздействуем тромболитиком, любое количество тромболитика, да, понятное дело, что если доза уменьшает, риски кровотечения меньше, но любая доза, даже если вы введете один миллиграмм, она вызывает определенные геморрагические осложнения. Поэтому, если мы сталкиваемся с пациентом, у которого есть острая тела, пациенту, у которого есть шок поступившего пациента, объем обследования минимален. Поэтому, если мы не знаем, например, если у этого пациента в анамнезе большие кровотечения, были у него геморрагические инсульты, то, конечно, в данной ситуации мы, скорее всего, систему использовать не будем. Но если у пациента есть какой-то анамнез, или, например, у него шок развился в течение вашей госпитализации, когда вы уже провели базовое обследование, например, в течение суток, то вполне, да, вот в Швейсарии это используют ЭКМО, ЭКОС-систему у пациента с шоком, абстрактивным. Спасибо. Хирургическая эмболоктомия и катетерная методика должны быть рассмотрены как альтернатива спасительно-трамболитической терапии у пациентов с ухудшением гемодинамики на фоне антикоагулянтной терапии. То есть, если мы смотрим на применение катетерной системы ЭКОС, то есть, фактически, когда у пациента ухудшается гемодинамика, ухудшается функция правого желудочка, то мы вправе рассмотреть или только лишь системный тромболизис будем делать, или подумать о том, чтобы поговорить все-таки с хирургами об удалении тромбов. Обычно этот разговор заканчивается отказом хирургам их опасениями или командой анестезиологов. И вот это та когорта больных большая, у которой можно подумать о том, что тромболитик не просто систему ввести, а расположить эндоваскулярный катетер в толще этой тромба и ввести меньшую дозу тромболитического агента пролонгированно прямо в тромб, параллельно используя ультразвук. Да, отдельно хочется отметить, что рутинное использование системного тромболизиса у пациентов с низким промежуточным риском, несмотря на то, как неприятно тромбы могут выглядеть на КТ-ангиографии, применять нельзя. Я сталкивался с несколькими пациентами, у которых они стабильные, чувствовали себя нормальные, все было хорошо, но увидев страшную картинку КТ-ангиографии, было принято решение тромболизиса. Это, безусловно, нельзя делать. Наказательная база говорит о том, что это ведет только к увеличению количества фатальных геморрагических осложнений, но не улучшению клинического результата лечения. Еще один момент, про который хочется сказать. Вообще, мы сейчас живем в эпоху мультидисциплинарного лечения. Не очень люблю это слово, но суть заключается в том, что для лечения определенных сложных нозологий нужно, чтобы в стационаре была какая-то сформирована команда, которая примет решение. Что мы делаем? Тромболизис. Кто поговорит с хирургами и готовы ли хирурги делать эмболокотомию? И среди хирургов поговорить, кто из них готов делать эти методики? Если хирурги скажут, мы никогда не будем не делать хирургическую эмболокотомию из легочной артегии, нет тогда смысла к ним обращаться и рассматривать может только тромболизис или эндоускулярные методики. Важно понять, кому позвонить, с кем поговорить. Для Сибирской Ассоциации мы вместе сейчас пишем книгу и у меня как раз был Титили Мост с моим коллегом из Германии. Он тоже участвует в написании этой книги. И он говорит, мы сейчас с еще одним хирургом, вторым, который умеет делать транскатетерные методики в легочной артерии сидим в пивной и вот нам позвонили, сказали, что нужно ехать лечить тромбоэмболио легочной артерии, потому что остальные специалисты, которые были в этот момент в клинике, это не умеют. То есть, нужно еще подумать, кого обучить этой методике, кто поначалу будет уметь ставить эти катетеры для того, чтобы конкретному пациенту как можно быстрее помочь. Тем более, что плантация системы ЭКО занимает не очень большое время. То есть, команда. нужно на административном уровне решить, что да, окей, мы занимаемся такой технологией, мы будем лечить тромбоэмболио легочной артерии, давайте мы соберем команду, кто со стороны хирургов будет отвечать, кто со стороны анестезиологов будет поддерживать, кто со стороны эндоваскулярных хирургов и реаниматологов. Эта команда, формирование этой команды крайне необходимо в каждом стационаре. Кто в этой команде Павел Монаринборис Респондент с ним обычно участвует, ну вот обычно так, кардиохирург, рентгенхирург, кардиолог, анестезиолог, реаниматолог. Обычно таким образом в европейских ЭЦ-центрах это сделано, кардиологи почему-то исторически туда входят. Это проскочу, не будем про это говорить. Ну, что касается рекомендаций Европейского общества, еще раз хочу подчеркнуть, что для пациентов, у которых возникает ухудшение гемодинамики на фоне тромбоэмболии легочной артерии, класс рекомендаций для катетерных технологий и хирургической эмблоктомии повышен с 2Б на 2А. Система ЭКОС, про которую мы сегодня будем говорить. Если посмотреть как зарегистрировано устройство в Европе, американское нет, у меня регистрация, европейские есть, то написано, что система ЭКОС это эндоваскулярный способ лечения ТЭЛа, который показан для лечения пациентов с тромбоэмболией легочной артерии умеренного высокого риска с поражением одной или двух основных артерий, да, или долевых легочных артерий при наличии признаков дисфункции правого желудочка. Вот такие катетеры используются и вводятся. Сейчас мы чуть попозже, дайте я пока их положу сюда. Спасибо большое, сейчас на слайдах покажу. У всех у вас будет возможность, здесь есть консоль, консоль, катетеры, и вам могут рассказать, как соединяется эта система, да, вы всем, не будете скрывать, все расскажете. довольно простая система, но требует некоторого ознакомления с ней, чтобы пользоваться. Что касается проведения этой процедуры у больных, то вопрос стоит о том, что основное лечение это антикоагулянты, и если на фоне антикоагулянтов пациент у вас лечится, и у него нормальная функция правого желудочка, нормальный уровень тропонина, нормальные показатели гемодинамики, у него хорошая сатурация, у него не падает системный уровень артериального давления, то в общем-то про ЭКОС разговор не идет. Если у пациента есть проблемы, то решается вопрос системной термоболитической терапии, да, или принимается решение сразу о транскатетерном лечении. Возможен переход, возможно проведение тромболитической терапии, если на этом фоне нет эффекта, огромные тромбы забили легочную артерию, тромболитическая система не попадает туда, то идея поставить катетер, в общем-то, рассматривается как способ более эффективного лизиса этих тромбов, и в дополнение к ведению тромболитического агента воздействия ультразвуком. Сейчас про это чуть-чуть поговорим. Жизнеугрожающее состояние у пациентов, когда развивается шок. Ну, в общем, на самом деле в мире, там, где доступны любые системы, то если у пациента возникают реанимационные мероприятия, крайне низкий уровень артериального давления, то на первое место многие стационары на сегодняшний день ставят систему Инари флоу-тривер и систему пенумбра для извлечения, но если она недоступна, то ЭКОС становится единственным вариантом для того, чтобы помочь этим пациентам иногда на фоне проведения ЭКМО. Правда, коллеги, которые этим занимались, говорят, что у них были случаи, когда катетер ЭКОС засасывало в венозную конюлю, и поэтому они рекомендовали ставить ее несколько пониже, потому что катетер прям в заборную конюлю залетал. Ничем страшном это не заканчивалось, просто она перестает работать, надламывается, уходит в эту заборную конюлю. Катетеры, собственно говоря, набор катетеров, которые используются для системы ЭКОС, он состоит из двух сетов. Это трубочка, которая заводится, катетер, в которой проводятся термополитические агенты, охлаждающая система, и заводится ультразвуковой Можете подержать микрофон? А, или хотите покажите это? Давайте так. Ну, здесь две составляющих, это фактически кожух, наверное, для нашей ситуации всем понятно, как это агайт-катетер, и основной рабочий инструмент это ультразвук. Можно вытащить его, показать. Здесь может быть не видно, у нас камеры нет, сейчас, секунду. Вот это одна из фотографий типичной постановки системы ЭКОС в легочную артерию. Вот вы видите, два катетера заводятся, метки, которые мы видим, это метки, соответствуют расположению ультразвуковых датчиков, заводятся в левую и правую легочную артерию, пришла к части пациентов, безусловно, у которых снижается гемодинамика, обычно это билатеральное поражение, часто мы очень с этим встречаемся, эти катетеры ставятся, соответственно, используются, для того, чтобы завести, можно использовать или два интродюсера, или, как европейцы это делают, Владимир Человечкович? Два интродюсера делаются, ну, зачастую, мы прекрасно знаем, что пациенты, которые попадают в промежуточный или высокий риск, то есть, это наша целевая группа, у них все-таки чаще бывает окклюзия двух бассейнов, это левая и правая легочная артерия, поэтому европейцы стандартно это два доступа, это левый, правый, эфеморальный, венозный, интродюсеры, они имплантируют шестифренчевый, сама система, если не ошибаюсь, 5,2 френча, может быть, компания меня поправит, 5,4, да, поэтому это очень легко имплантируется, вопрос всегда возникает в том, сколько ставить катетеров, катетеры сами по себе достаточно дорогие, мы вот, Замитал Димыч, когда вопрос прорабатывали, мы все-таки заложили в тариф, что можно будет ставить два, помимо того, что катетеры имеют, вот видите, эти точки, это место расположения пьезоэлементов, это никакое не измерение, как на ультразвуке, это место расположения пьезоэлементов, которые воздействуют ультразвуковыми волнами, и длина этого катетера тоже могут быть разные, чем это может быть полезно, например, у пациента, помимо эмболии в основные стволы, у него тромбы могут располагаться в нижней полой вене, могут располагаться части в желудочке, в пресердии, и соответственно, один из вариантов лечения, в том числе и венозного тромбоза, это тоже к системе ЭКОС. Часто мы с вами сталкиваемся, когда помимо тромбоэмболиолегочной артерии, у пациента, особенно женщины, молодые женщины, тромбирована нижняя полая вена, или тромб, который вылезает из почечной вены, уходящей наверх, из печеночной вены, затрагивает. Эту систему ЭКОС длинную можно поставить так, чтобы тромбоэмболитический агенный ультразвук действовал не только на систему легочной артерии, но и на венозный тромб, который находится в нижней полой вене. Наши европейские коллеги иногда ставили эту систему даже в нижней конечности. Да, это хороший вариант лечения. Офлейбл используя, я так понимаю, что у Boston Scientific нет же показаний такого для онлайн-малитарии. Да, это не совсем оффлейбл, просто в России ЭКОС зарегистрирован только в качестве аппарата для лечения тромбоэмболии. За границей это используется как и для лечения глубоких, тромбоза глубоких вен, так что ничего. У нас пациенты есть, у которых есть тромбоэмболия легочной артерии, плюс еще тромбы где-то в других локализациях, в виду системы, еще не долетавшие до легочной артерии. То есть тромбоэмболия у человека есть, мы лечим тромбоэмболию, растворяя тромбы в том числе и в других локализациях. На самом деле это очень важный момент, потому что, например, у меня есть одна знакомая пациентка, была выполнена операция ортопедическая на нижней конечности, и у нее, она пожилого возраста, и у нее образовался тромб, массивный тромб от подколенной артерии до, собственно, нижней полу вены. Хирургию не берут, антикоагулянты она принимает три месяца, и вот вопрос, что с ней делать. И мне кажется, здесь это та ситуация, когда система ЭКОС это наиболее безопасная и эффективная для излечения этого тромба. Эндоскулярно это вынимать бессмысленно, это невозможно. Только либо открытая операция с Кодеттом Фогарте, но по каким-то причинам хирургии отказывают, или ожидать каких-то событий, сработать, не сработать антикоагулянты. То есть вот, готовясь к этому семинару и разговаривая со своими коллегами в Европе и в Соединенных Штатах Америки, с удивлением узнал, что очень часто используются системы ЭКОС и для тромба в нижней полу вены, тромба в конечности, даже в системе верхней полу вены мы сталкиваемся с таким пациентом, часто это бывают женщины тоже молодые с лимфопролиферативными заболеваниями, когда пакеты лимфоузлов сдавливают плечи головные вены, и потом это на фоне терапии эти пакеты уменьшаются, а тромбоз остается, тромбоз остается, или тромбозы, которые остаются после стоящих раньше центральных венозных артерий, я узнал, что американцы очень часто используют систему не только в легочной артерии, там в легочной, потом они переставляют и лизируют тромбы в других венозных локализациях, и результаты ангиографические, конечно, впечатляют, что было до и что, и что стало после, это, конечно, наша палочка-выручалочка, наверное. По поводу имплантации, можно имплантировать сверху, поставить через еленый, снизу можно поставить нам рассказывали, что наши коллеги в Европе иногда двухпросветный катетер используют для доступа, интродюсер двухпросветный, он двенашка, поделенный на две шестерки, но я не нашел в Российской Федерации. В России, по-моему, их нет. Ну, просто две, да. Для шестифрончевых нет. По технике, это, собственно говоря, для любого специалиста эндосклерно очень простая методика, она не сопряжена ни с какими рисками, только единственный важный момент, который стоит заметить. Мы не очень много работаем с пациентами с Теллой, все-таки стоит понимать те пациенты, которые к нам будут попадать, это пациенты с дилатацией или инфарктом правого желудочка. Поэтому и на этом наставят европейские коллеги, что манипуляции с правым желудочком должны быть очень аккуратные. Есть школы, которые предлагают использовать 18-ые проводники, есть, которые предлагают 35-ые, но так или иначе все манипуляции и воздействия должны быть максимально аккуратны. префарировать дилатированный правый желудочек очень просто. Это серьезное осложнение, которое поставит крест на ваши методики, к сожалению. Ну, многие любят ангулированным под 45 градусом пиктейлом, если проходим снизу, проходить без всякого проводника, попадать, разворачиваться в легочную артерию и только после этого заводить уже проводник, который будет рельсом для проведения этого катетера. Наши европейские коллеги используют гидрофильные проводники, советуют. Да, 35-ые мягкие гидрофильные проводники и основной направляющий контентер у них МПИ для катеризации. Ну, рандомизированные клинические исследования, которые проводились, вот вы видите здесь, довольно крупные исследования. Идея этих исследований была, ну, вообще исследование при тромбоэмболии достаточно проста. Как мы с вами с помощью, допустим, ультразвука можем понять, что у человека случилась тромбоэмболия легочной артерии? Вообще, основной скрининговый метод для того, чтобы быстро понять, есть у пациента массивная тромбоэмболия легочной артерии или нет этой массивной тромбоэмболии легочной артерии, это ультразвук. Это очень простая методика, которая на 100% может сказать, что массивной тромбоэмболии легочной артерии нет. Что происходит при тромбоэмболии легочной артерии? Сейчас схематически нарисуем. Правое предсердие, нижняя половина, верхняя половина, легочная артерия. Легкие нарисуем голубым цветом. Здесь происходит обмен микроциркуляцией, и кровь возвращается к левым отделам сердца. Это происходит по большинстве случаев четырем легочным венам. С одной стороны и с другой стороны. Тромбоэмболии легочной артерии, как мы с вами прекрасно знаем, это ситуация, в которой появляется пробка в малом круге кровообращения. У нас забивается малый круг кровообращения, сюда прилетают тромбы, которые садятся. Вообще, для массивной тромбоэмболии легочной артерии нужен довольно большой объем тромботических масс. Самая частая причина тяжелой тромбоэмболии легочной артерии – это источник венах ног. Представляют они собой вот такие с палец толщиной, там, с мизинец черви, длиной довольно большой, могут и 30 см, и 40 см. Иногда в момент острой тромбоэмболии легочной артерии мы видим, как в правых отделах сердца, как змеи, они извиваются и болтаются в правых отделах сердца. У меня есть некоторое количество картинок, потому что не стал сейчас забивать время и ставить их, довольно страшно они выглядят. Но в момент, когда тромбы прилетели и закрыли какую-то часть кровотока в малом круге кровообращения, то правые отделы сердца увеличиваются, а левые отделы сердца становятся маленькими. Почему? Потому что через малый круг к ним приходит очень маленькое количество крови. Что происходит с перегородкой? Она смещается, выбухает справа налево. И в большинстве случаев диагноз, если у пациента тяжелая симптоматика, сниженное артериальное давление, то по ультразвуку можно с легкостью поставить диагноз ТЭЛ. С легкостью. Не бывает так, что у пациента снизилось артериальное давление на тяжелые ТЭЛ, а сердце не отреагировало. Такое просто не бывает. На ЭКГ часто бывают блокады правой ножки пучка ГИСа, кардиограммы типа С1К3. Мы это все прекрасно с вами знаем. И ультразвук является основным маркером того, насколько эффективна наша терапия. Все довольно просто. У нас правые отделы должны уменьшиться, сдуться. Левые должны начать хоть как-то заполняться. Бывает такая массивная тромба бомболея, которая на глазах у моих больных происходила. Приходят начинать реанимационные мероприятия, когда правые раздувались, левые спадались почти до нуля, и возникала остановка кровообращения. На фоне непрямого массажа сердца видны были тромбы в легочной артерии вправо. Они чуть-чуть проскакивали, чуть-чуть пролетали куда-то дальше. Чуть-чуть кровоток появлялся, немного повышалось артериальное давление и вставал вопрос о том, чтобы использовать методики тромболитической терапии у этих пациентов. Почему я про это говорю? Потому что два параметра для нас очень важны. Первый параметр – это сочетание размера правого желудочка и левого желудочка. Второй параметр – это давление в легочной артерии. На самом деле все исследования стромбом боли в легочной артерии, по большому счету, построены на этих параметрах, поскольку их очень легко измерить. Раз. И очень легко ошибиться в эффективности лечения. Легко очень измерить. Хоть КТ, хоть МРТ, хоть ультразвук очень легко и безошибочно определяет. Такие действительно исследования были проведены. Я знаю, что компания Boston Scientific любит говорить, что ЭКОС – это самый исследованный катетер на Земле. На исследовании действительно много было проведено, большое количество было включено в эти исследования. Это список исследований. Исследования Altima, Satellite 2, Optalis, KNOG-PI. И сейчас идет исследование хай-пьету, а просто пьета-исследование было посвящено простости тромболитической терапии. А вот это исследование посвящено... То есть, сфотографируйте вот. То это исследование посвящено именно катетерным методам введения тромболитика в легочную артерию. Насколько я знаю, идет набор в исследовании это, да? Компания Boston Scientific знает же или нет? По крайней мере, в январе этого года я нашел большую публикацию. Результаты исследований ждут во всем мире. Очень много обсуждают. Обсуждалось и на ТСТ обсуждался, на ЧЕСТ обсуждался, на ИСЕ обсуждалось, что идет набор больных в это исследование. Потому что там будет конечная жесткая точка в виде смертности пациентов планируется. Что касается исследования Альтима, то основное, на что обращали внимание и смотрели, как результат лечения, это соотношение параметров правого и левого желудчика. Вот это группа гепарина, а это группа использования катетера ЭКОС. Вы видите, насколько резко падает это соотношение. Если посмотреть сейчас вот в таком графике, оказывается, что довольно значительно снижается на фоне ЭКОСа соотношение левых и правых отделов сердца. Это основной показатель того, что легочная артерия освободилась и через нее пошел кровоток. Легочная артерия – это же не система кровоснабжения легких. Это всего лишь путь крови по малому кругу, где она оксигенируется, чтобы дойти из правых отделов в левые отделы. Сравнение было с чем? Ну, со стандартным лечением гепарин. Основное лечение тромбоэмболи легочной артерии – это антикоагулянты. Вот, пожалуйста, группа на антикоагулянтах и группа с использованием ЭКОСа. Такие же данные были по падению давления в легочной артерии. Еще одно исследование, СЕТЛ-2 исследование. Посмотрите, примерно такие же данные. Причем данные по уменьшению объемов правого желудочка и расправлению левого желудочка наблюдаются уже через 48 часов. Смотрите, это довольно быстрая история, когда освобождается легочная артерия. Причем это довольно стойкий результат, который наблюдается. Это то, что мы хотим у наших пациентов. Чего мы боимся у больных, у которых возникает тромбоэмболия легочной артерии? Мы боимся двух вещей. Первое – мы боимся, что они погибнут от обструктивного шока. И часть этих больных действительно погибает. Более того, проблема заключается на сегодняшний день в том, что как относятся у вас в стационарах, если больной умер от острого инфаркта миокарда? Хорошо или плохо? А? Нормально? А когда их много умерло, когда наросла смертость? Плохо. Ну, конечно, мы расстраиваемся, да? И мы начинаем разбирать, почему это происходит. Начинаем смотреть, как мы лечим, насколько мы эффективны. А если вы узнаете, что больной умер от разноружного разрыва сердца при инфаркте миокарда, то как мы к этому относимся? Ну, ничего уже сделать не могли. Это фактически смотрим на это как конкурабельную ситуацию. С тромбоэмболией легочной артерии была ровно такая же история. Когда случилась массивная тела, больным от массивной тела, обычно врачи, которые докладывают смерть больных, относятся к этому как, ну, конкурабельность, ну, массивная тела. Ну, что мы могли, ну, он лежал, да, массивная тела, низкое давление, антикоагулянты были, попробовали литик, ничего не сработало. Он лежал, лежал, давление все ниже, ниже, почечная дисфункция, да, в шок валивался и погиб. Сейчас это уже не так. Сейчас уже есть катетеры, которые позволяют вот этой тяжелой группе больных растворить тромб, восстановить проходимость малого круга кровообращения, не погибнуть от этого. Это полбеды, это половина того, что мы хотели бы. Вторая неприятность настигает нас позже. Когда этот пациент выживает на фоне антикоагулянтов, тромбы организуются, остаются в легочной артерии. И мы сталкиваемся, ужасная картина, вот с этими больными, с посттромбоэмболическим синдромом в легких, когда малое количество сосудов пропускают, тяжелые больные с одышкой, с правожелудочковой недостаточностью, с массивными отеками периферически, у которых присоединяется дисфункция печени. На фоне дисфункции печени у них нарастает МНО, у них появляются кровотечения. Это крайне тяжелые пациенты. Борются ли потом эндоваскулярные хирурги с последствиями? Да, боремся. Но я не очень люблю эти вмешательства, они длятся у них там по много часов, попытаться пройти проводником, баллонной дилатацией. Стараешься, чтобы небольшое количество легкого зараза расправить. Что если растворить от тромбы заранее, чтобы пациента предупредить от этой неприятной посттромбоэмболической истории? Вот исследование показывает, что, собственно говоря, именно это позволяет нам растворить тромбы в легочной артерии в остром периоде с помощью катетерных метров. Ну, то же самое, смотрите, 48 часов, да, соотношение правого и левого желудочка довольно серьезно падает. Это очень серьезная история за 48 часов, чтобы мы это видели. На гепарине, на обычном мы такого практически не наблюдаем. Легочная гипертензия, такая же история, это высоко достоверная разница у больных. Ну, логичная история. Мы растворили большую часть тромбов, у них появился кровоток через малый круг, проблема правого желудочка уходит, он уменьшается, восстанавливается функция, левые отделы сердца начинают получать достаточное количество крови, они расправляются, улучшается их функция, и снижается давление в легочной артерии, существенно понижая риск вот этой вот посттромбоэмболического синдрома, посттромбоэмболической болезни. Еще одно исследование по ЛИС-ПИИ, ну, примерно такие же результаты. Да, собственно говоря, во всех этих многих исследованиях мы видим то же самое, и основные выводы этих работ, видите, то же самое, что у нас основной показатель инструментальный, которым сложно ошибиться, показывает хороший эффект. Более того, посмотрите, посмотрели результат через 365 дней, и через 365 дней для всех когорт-пациентов улучшается этот показатель. Еще одно интересное исследование, задача которого было посмотреть, ну, вообще тяжелый реанимационный больной, когда он попадает в стационар, это бремя для стационара. Он занимает реанимационную койку, он долго лежит, долгое нахождение в реанимационном отделении, долгое нахождение в стационаре. Это означает, что весь оборот койки падает, и нам сложно положить больных наших на эндоваскулярное вмешательство, потому что какие-то тяжелые больные заблокировали койки в стационаре, да, мы все это прекрасно знаем. Это исследование было направлено на то, чтобы показать, как уменьшается время пребывания в стационаре. Надо сказать, что напрямую на Россию эти цифры невозможно переносить, потому что у нас пациента, ранний выписк пациента у больных с ТЭЛой не очень используется. В Европе очень быстро этого больного отправляют на амбулаторное звено, и вся эта сложность падает на врача амбулаторного звена. И я видел этих пациентов, как они ведут, это кислородные концентраторы дома, решение вопроса антигагулянтной терапии, это очень, и доступность этого довольно сложная, там очень нелегко это, но тем не менее, койка очень дорогая в стационаре пациента, очень быстро выписывают. Да, и вот вы видите, что достоверно в системе ЭКОС меньше время пребывания. Фактически, вы можете считать, что это время пребывания в реанимационном отделении, потому что в европейских стационарах, если больному не нужна реанимационная помощь, если не нужна хирургическое пособие, в большинстве случаев этого больного, особенно в Америке, отпустят на лечение на амбулаторном этапе. Ну, я думаю, что, наверное, по времени мы на этом закончим, да? Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот сегодня мы говорим в основном про тело массивную, обструктивную, одномоментную, а ведь ни для кого не секрет, что довольно часто мы имеем дело с рецидивирующей формой заболевания. И вот в этой ситуации не нашли ли вы какого-то исследования, или какая у вас точка зрения, может, сформировалась? Ведь они все разновозрастные тромбы, да? И, ну, допустим, три рецидива случилось, которые с каждым разом все утяжеляли и усугубляли ситуацию. И вот хотелось бы понимать, вот для ЭКОСа точки предложения, если это не обструктивное и не тяжелое, но она еще рецидивировала, и еще рецидивировала. И на каком этапе все-таки следует подумать и принять решение о применении этой системы? Значит, ну, я разделю на две части. Первая проблема – это рецидив тромбоэмболия легочной артерии. Это действительно проблема. И основные препараты, которые доказаны в плане уменьшения риска рецидива этого события, неприятного эмболичества, это антикоагулянты и ничего больше. Другие системы, к сожалению, не доказаны. На их влияние, на прогноз пациентов в плане уменьшения риска рецидива тромбоэмболии легочной артерии. И на влияние на прогноз. Например, те же самые КАВА-фильтры, если говорить про наши способы эндоускулярные, это, наверное, узкая часть пациентов, маленькая, с плохой доказательной базы. Это пациенты, у которых противопоказана терапия антикоагулянта. Ну да, окей, у некоторых из них можно рассмотреть имплантацию этого самого КАВА-фильтра. Что касается лечения каждого рецидива здесь и сейчас, то оно расценивается как новый эпизод ТЭЛа, как просто больной с ТЭЛа. Неважно, сколько таких эпизодов было у нашего пациента в прошлом. Вообще, основная проблема использования тромбоэмболитических препаратов заключается в том, что на старые плотные тромбы он не действует. Никаким способом. Обычно тромбы, которые прилетают из ног, это часто довольно старые бывают тромбы, действительно. Но они имеют слоистую структуру. То есть при плотном внутренней части есть новые нарастающие, нарастающие, нарастающие части, часть из которых вполне будет подвергаться введению тромбоэмболитического препарата. Очень старые тромбы, как правило, фиксируются к вене, реканализуются, из них кровоток по центру, по каналам идет. Они, как правило, совсем такие плотные, прилетают, слава богу, редко. Я разговаривал как раз с патанатомами европейскими. Это было несколько лет назад. Это касалось других тромбов, но заодно он рассказал про тромбоэмболию легочной артерии. И он сказал, что слишком плотные тромбы обычно врастают в ногу, сидят там, и риск того, что он улетит, довольно сложный. Еще одна история, флотирующая тромба, да, флотация тромбов. Рекомендация прям отдельно прописана, что да, этот симптом есть, и все его боятся, но никакая доказательная база, что в этом случае что-то как-то по-другому нужно менять лечение, этого нет. Особенно все удивляются, что в России есть не просто флотацию, сколько сантиметров флотирует, да, сантиметры флотации. Ну, можно померить, но что с этим делать, непонятно, потому что это толка никак не влияет на лечение. Понятно, что если тромбы слишком плотные и старые сидящие, то плохо сработает этот датчик, как и абсолютно точно. Более того, если это рецидивирующая тойла, то часть тромбов, которые находятся в легочной артерии, они уже организовались, прилипли, проросли, и с ними вообще ничего уже не сделать. И даже хирургических сложно будет удалить. Только эндоваскулярно с помощью баллонной пластики этих сосудов как-то восстановить просвет, я думаю, так. Я не знаю, как УЗИ может понять нам старые тромбы или не старые. Не, понятно, да, это будет говорить о... И СДЛА уровень. То есть я к тому, что хирургу нужны четкие критерии, когда ему стоит задуматься о применении этой методики. Нарушение гемодинамики, нарушение функции расширения правого желудка с повышением тропонина. Это те кейсы, когда нужно подумать о применении этой методики. Плюс катенгиография, где вы подтверждаете диагноз, где расположены тромбы, чтобы понимать, как и каким образом рабочую часть катетера лучшим образом поставить, чтобы он работал. Потому что тот же самый кончик катетера можно в любую ветвь завести влево и вправо. Нужно понять, где лучше всего расположить. Чтобы большая часть тромба подвергалась воздействию и тромболитика, и ультразвуковой волны, которая воздействует на окружающую ткань. Но сегодня покажут вам, да, в перерыве. Может, сейчас перерыв сделаем? Мы говорим о том, что сейчас показания, а это показания, по сути, для системного тромболизиса. То есть, как мы должны выбрать между этими двумя? В этом, собственно говоря, и заключается вопрос. Это ровно те же пациенты. Если у пациента есть противопоказания к системе тромболитической терапии, у него есть противопоказания к использованию системы ЭКОС. Система ЭКОС – это способ тромболитика с ультразвуком в меньшей дозе на длительный период. Если там слайды слетели, я потом их поставлю, отлетело. Провести это лечение прицельно, длительно, вот в этом месте. Все, система ЭКОС… Нет, ЭКОС уже не рассматривается. Уже не рассматривается. Совершенно верно. То есть, мы берем их одинаково? Да. То есть, поэтому по факту мы должны выбирать на этапе… То есть, это будет просто тромболитик с применением… Более того, в соответствии с положением и рекомендациями, если системный не сработал, то мы можем взять этот катетер и попробовать сделать… Ну, мы системную дозу 90 миллиграмм уже сделали. А что мы еще будем добавлять? Да, да. А, и второй вопрос. Ну, как бы исследовать, я просто, может быть, пропустил. Сравнивался гепарин и селективный тромболизис в использовании системы ЭКОС. А, допустим, катетерный тромболизис… Отличный вопрос. И система ЭКОС сравнивалась или нет? Потому что по поводу вот тромбоза глубоких вен, которые вы отмечали, да? Ну, не было доказательной базы преимущества либо селективного тромболизиса, либо, я не знаю, по поводу ЭКОС были такие данные или нет, либо антикогулятной терапии не было. Тромбоз глубоких вен не доказал эффективность именно даже, хотя очень много работ, которые посвящены тому, что это работает эффективно. Даже просто катетерный тромболизис, там, я не знаю, 15 лет назад уже проводили, с хорошим эффектом отмывались тромбы вплоть до нижней половой вены на всю длину. Но гепарин так же работает. Нет, группы, которые здесь используются, группа одна была на гепаринотерапии, вторая группа – это гепаринотерапия плюс ЭКОС тромболизиса. Хороший вопрос. А давайте сравним просто системную тромболитическую терапию, например, как пример, системный тромболизис, а части пациентов ЭКОС с введением. Таких данных нет. Давайте сравним катетерный тромболизис и ЭКОС. Точно. Я даже больше скажу. А давайте мы вот в этот катетер ЭКОС, в трубочку, не будем заводить ультразвук и сделаем лизис. А во вторую группу заведем и сделаем лизис. Но таких следований тоже нет. Дорого, конечно. Нет, ну можно взять Грейт Мактамара катетер, замечательно. Тот же самый перфорированный катетер с положительным давлением, то есть можно, ну, потеющий, как так называемый. Да, да, да. Я понимаю. Нет, ну такой системы доставки, которые в ЭКОС есть для легочной артерии, на сегодняшний день настолько удобного катетера, который правильно потеет и в этих точках проводит, его нет. Есть данные, есть данные, вот сейчас мы узнаем у института склифососа. Подождите, вот у Грейт Мактамара катетер, допустим, у него закрытый дистальный конец, перфорированная часть от 10 до 40 сантиметров, то есть применяется в периферических, там бедро-подколенный шунт можно... Есть длиннее зоны работы. Ну, 40 сантиметров. Есть длиннее зоны работы, которые можно использовать даже в нижней полой вены. 50 для ЭКОСА. 50, 40, 70. Ну да, примерно, да. Не, абсолютно правильный вопрос. Сам... Да, я по-другому говорю. Просто, может быть, не пропустил я поэтому... Не-не-не-не, я даже по-другому говорю вам. Проще. Давайте ультразвук не будем заводить? Одинаковый катетер, чтобы понять, может, просто тромболитик через катетер работает, а не дополнительный ультразвук. Но данных нет. И на сегодняшний день все исследования, которые были проведены, они были проведены именно с ультразвуковым датчиком и катетером в легочной артерии. У нас группы сравнений, так хотя бы он очень интересно сделать. Безумный. Потому что тот же ангиоджет тоже почему пострадал. Да, но его нет. Ангиоджет и все, его уже нет. Да. Я наткнулся на интересную статью, еще посвященную лечению ишемического инсульта методом селективного тромболизиса. И там фигурировали системные тромболизис усиленной ультразвуковой кавитации. И использовались два типа датчиков, один из которых, по-моему, как раз был ЭКОС. И вот там сравнивалось, что исходы лучше. Но, правда, геморрагическая трансформация была выше в этих кейсах. Ну, есть теория, которая показывает, как фибрин меняет свою структуру, как легче туда заходит тромболитик. Но теория. Хотелось бы два раза. Абсолютно верно. Это те же самые вопросы, которые задаем мы. Но поскольку дизайн исследования был такой, и было доказано влияние на соотношение желудочков, на реперфузию легочной артерии, снижение артериального давления в 30-60 дней, то эта система, то есть, если рекомендации все почитать, европейские и американские, в виде катетерного введения тромболизиса, кроме ЭКОСа, ничего больше не входит. Там только ЭКОС обсуждается. Дмитрий Ильич, можно пару комментариев? Я так понимаю, что в наших показаниях есть такой метод, как хирургическая фрагментация тромба. Она как будет маркирована? Сейчас, насколько я знаю, пока ко мне обращались, идет вопрос о том, чтобы изменить российские рекомендации, сделать нормальную рекомендацию по тромбоэмболии легочной артерии. Если можно, пару комментариев по поводу этой методики и в целом тромбоэмболии. Смотрите, я сейчас прокомментирую по диагностике и роли ультразвука по поводу ТЭЛа. Что мы знаем о ТЭЛа? Что смертность пациентов высокого риска очень большая. Смертность пациентов с шоком еще больше. То есть, это самая уязвимая категория пациентов. Как их лечить? Есть хирургия, которая в настоящее время в России не очень доступна. Есть лизис. У лизиса в настоящее время очень ограниченная база. Это буквально 2-3 исследования с суммарным количеством 600-700 пациентов. Я говорю про тромбоэмболии именно. Одно из них здесь уже было озвучено. Есть исследование в России по тромбоэмболии с форталезином? Да. Тоже вышло. И даже когда рекомендации принимались по легочной эмболии, там были большие дискуссии, ставить ли вообще класс рекомендаций о уровне доказательности B. Потому что тромболисты это 1B и даже на это были споры. Хотели оставить 1С, как и для хирургии. Потому что доказательная база даже на пациентах высокого риска очень спорная. Почему? Потому что большой риск геморрагических осложнений. Нет, смертность не получили. Смертность не получили, да. Она высокая, больше 20%. Большой риск геморрагических осложнений. Вторая проблема, которая есть в тромбоэмболии, это пациенты умеренного риска. Они не умирают сразу. Они, скорее всего, выписываются у вас. Но они страдают от посттромбоэмболической легочной гипертензии. Это тяжелые пациенты, это тяжелые фактически инвалиды. Это то же самое, что получить инфаркт передней стенки без ревосклеризации и пережить его. С ними мало что можно сделать. У них единственный способ лечения это уже не антикоагулянты в дальнейшем, а есть это возможность сделать баллонную пластику. Этих пациентов пытались сделать тромболизисом. Вот это исследование Пиета как раз было показано. Что оказалось? Что глобально клинически не лучше. Смертность немножко даже была выше в тромболизисе, хотя недостоверно. Огромное количество осложнений. Поэтому система ЭКОС на самом деле, она хоть и пришла из категории высокого риска, но больше направлена к категории умеренного риска. Основная задача системы ЭКОС не вылечить пациента сразу. Это, к сожалению, невозможно. Вы получите эффект в течение 6 часов. 6, 8, сутки, двое. Поэтому наиболее целевая группа – это пациенты инвентаризирующие и пациенты умеренного риска тромбоэмболия. Что касается диагностики, ЭКОС, к сожалению, не годится для подбора пациентов под эту систему. Почему? Потому что на ЭКОС вы не всегда можете понять, хроническое это легочное сердце или острое. Это вы сможете понять, к сожалению, только по КТ. По КТ вы можете понять структуру поражения, обструкция вызвана фиброзом и посттромбоэмболическим синдромом, или это вызвано острое тромбоэмболие. И второй важный параметр по КТ – это толщина стенки. То есть, например, пациенты, у которых есть острая тела, толщина стенки обычно меньше 7 мм. Пациенты, у которых эмболия хроническая, гипертензия, у них ползи большая, но стенка толстая. То есть, прожества гипертрофия. В такой группе пациентов, к сожалению, ЭКОС будет неэффективен и, скорее, даже опасен. Вы просто говорите про одну систему катетерную, да, ЭКОС. Я имею опыт применения Аспир-ЭКСа с прекрасным результатом. Почему не сравнить или не использовать комбинированную методику, допустим, активной аспирации с последующей, к примеру, использованием АКОС? Нет, все правильно. Я просто вначале сам говорил про то, что мы используем разные способы эмболоктомии. Мы тоже используем эту эмболоктомию и из легочной артерии, и в других местах. Но эти методики не имеют нормальной доказательной базы, к сожалению. То есть, из доказательной базы, которая вошла во все рекомендации, это две системы. Система Индиго и система Инари, которая недоступна в Российской Федерации. Более того, даже идеи заводить, опять регистрировать продукт в России, и опять нет. А так, да, конечно, я даже больше скажу. Если у пациента случилось тело с падением гемодинамики здесь и сейчас, я скорее за удаление тромба, нежели пытаться его растворять и что-то ждать. Абсолютно согласен. Полностью согласен. Полностью согласен. Да-да-да, абсолютно поддерживаем вас. Абсолютно. Абсолютно. По поводу использования как раз технические ЭКОСы. То есть, мы, получается, что заводим катетры интероперационно, который использовал это. А вот дальше, соответственно, где это проходит? В операционной 40 минут мы сидим, вводим тромболитик. В нашем лечебном учреждении проходила регистрация данного девайса. Соответственно, мы сделали 10 процедур, точнее, 11 процедур у 10 пациентов. У одного было двухстороннее катетаризация. В общем, история какая? Очень простая совершенно система. Шестифранчевый интродюсер, да, начнем с того. Для доступа можно использовать бедренную вену, ну, для удобства, там, простоты. Можно еремные вены использовать, да, для катетаризации. Соответственно, если к рекомендациям, там, и прочим, смотреть, ну, мы рекомендации, как таковых, там, не знали, когда начинали делать у себя. Мы смотрели, что написано в инструкции для данного прибора, да, какие были критерии отбора пациентов. Там вообще любое, ну, информация о том, что у пациента произошла ТЭЛа, любое повышение давления в легочной артерии больше нормы, уже применение к этому аппарату, ну, и плюс все там изменения, признаки ТЭЛа, изменения в правых отделах сердца и прочее, прочее. Вот, соответственно, как мы подошли к вопросу, ну, до этого понятно, что ездили на стажировку в Анкару, смотрели, как они работают. Собственно, идея какая? Завозим пациента в рентгеноперационную, выполняем ангиопульмонографию, ну, помимо тех данных, что у нас есть о дефиците и о прочем, выбирали сторону наиболее пораженную, забитую тромбами, так скажем, легочной артерии, и устанавливали катетер в эту область. Соответственно, после этого катетер подшивался, подключалась система, и на 10 часов мы оставляли пациента с работающим катетером. Плюс, да, шел тромболитик, 1 мг в час идет туда, вот, в интеркатетер. В один катетер, если в каждой катетер, да, альтеплаза. Да, ну, что было там у нас, я уже не знаю. Альтеплаза, да. Да, 10 часов. Пациент 10 часов лежит, он никаких нету, у него ощущения, не знали, привезли сюда прибор, нет? Да, 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 вот он стоит. Ну, потом в баночку можно будет засунуть прям катетер и посмотреть, насколько вот эта ультразвуковая волна, она действительно работает. Вот, через 10 часов мы, несмотря на результаты, удаляли всем пациентам данный катетер. Вот, ну и проводили исследования, опять выполняли эхокардиографию, на которой 90% случаев у нас снизилось значимое давление в легочной артерии, пациентов выросла сатурация, они начинали дышать без кислорода. Ну, в общем, как бы все было очень даже неплохо. И некоторые тромбоэмболии были уже несколько дневные, да, которые, ну, более трудно поддаются там лечению и прочее. Все равно данная система, она работает и срабатывала. Поэтому мы успешно ее зарегистрировали, и сейчас она, правда, за какую-то драконовскую цену будет заходить нам. Вот, была одна пациентка с двусторонним поражением значительным. Мы два катетера сразу засунули. Это прибор данный, он позволяет подключение сразу билатеральное, поэтому проблем никаких нет. В общем, всех пациентов мы выписали успешно, никто у нас не погиб, все было нормально. И самое-то главное, как раз, ну, вот, использование данной терапии, я считаю, что она очень щадящая, даже по сравнению с системной тромбоэмболитической терапией, очень подходит пациентам. У нас многие были, поскольку мы с Клифф, у нас травмы много, пациенты именно после перенесенных каких-то, вот, недавно вмешательств, которым было еще противопоказание точно системной тромбоэмболитической терапии, была молодая девушка, там, извиняюсь, с менструацией, которой тоже нельзя было вводить тромбоэмболитик. Она, кстати, недавно приходила, у нее вообще абсолютно феноменальный результат. Вот, поэтому, ну, вот, вот все, что могу сказать. Спасибо. А прибор, ну, и постановка очень простая, никаких проблем нет. Ну, там в шесть френчей идет катетер. Я даже раз где находится прибор, потому что мы уезжаем в пациент. Да, 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 да. Там есть некоторые особенности, но я думаю, что ребята, кто с прибором, они покажут, там надо очень быстро его подключать, потому что катетер, вот этот ультразвуковой, он как-то быстро нагревается, надо, чтобы промывочная система как-то ловко там работала, и надо вот включил и сразу там вставил, ну, чтобы в этом роде очень быстро. Иначе, если катетер вставляется, и ты включаешь, он пишет, что он, типа, перегрет, надо его остудить, промойте его, и вот это начинается. Ну, это как бы особенности такие, поэтому ничего такого в этом нет. Да. То есть ангел-юмонографию в, скажем так, в репрезентации не делали? Всем делали. Да, контрольную не делали. Ну, смысл опять брать пациента в операционную, если у нас данные, как бы, имеются. Если правый уменьшился, спал, то тут, ну... Да, что ходить, их мучить повторно, там, елозить. Еще раз нарваться на какую-нибудь имболию, там, и прочее. И правый желудчик, сами знаете, он очень ритмогенный, там шурудить по нему тоже, как бы, не очень хорошо. А ангел-юмонографию делали из правого предсердия или селективно? Нет, нет, мы вставали в ствол легочный, оттуда делали хорошую, плотную ангиопульмонографию. Если не получалось у нас, например, сделать с одной съемки обзорную сразу на два легких, мы делали раздельную, смотрели. Но должны получить адекватные данные. Просто, понимаете как, ну, сами знаете, да, вот до этого у нас был ангиоджет, он, как бы, и сейчас есть. И я думаю, что Дмитрий Владимирович сказал, что введение данной терапии, оно направлено чисто на то, чтобы убрать катетер вот этой ПИИ, пульмонарий эмболизм, который был на ангиоджете. Его исключают, еще остатки где-то есть, даже у нас лежат. Вот, но то, что у нас есть опыт по ангиоджету, это, конечно, совершенно другая история. Совершенно другая история. Хотя, когда мы были на учебе, мы пришли первый день, там был молодой парень, у турков, в Турции было, как правило, очень почему-то много тромбоэмболии, они, видимо, особенные в этом плане, курят много там и прочее. Вот, ему поставили двухсторонний катетер, мы там поучились, ушли, пришли на следующий день, на что, ну, это проктор, учитель, профессор сказал, говорит, да, говорит, ну, что-то ЭКОС не помог, сейчас мы ему сделаем ангиоджет. Было смешно очень. Вот, ну, в общем, вот так. Такая ситуация, да. А нежелательных осложнений после ангиопульмонографии не было? Не было. Потому что я помню этот период, там, 15 лет назад, мы рутинно практически делали претел ангиопульмонографию, ну, я работал. Было дело, да. И там из 25 человек 5 летальных исходов на фоне ангиопульмонографии. Нет, ну, сейчас другие контрасты, как бы, другая. Нет, это был тот же самый Амнипак. Ну, возможно, вообще не практически. Нет, просто мы связывались с чем-то, возможно, это перегрузка правых отделов, которые мы вызываем с инъектора. Нет, такого не было. Такого не было. И я думаю, что, опять же, ангиопульмонография была, вот, выполнялась не чтобы доказать ТЭЛу, да. У нас есть другие методы. Это перфузия с ЦИНТИ плюс КТ, да, с контрастом. Просто мы определяли сторону. История дорогая, она будет дорогая для больниц, как бы, да, два катетера поставить одновременно, это будет очень дорого. Соответственно, проще выбирать какую-то сторону одну. И, конечно, посредованно он будет и на вторую, наверное, влиять. Тромболитик-то... ...определиться, ну, сложно. Мне кажется, что КТ ангиография более удобная штука для обычной артерии. Мы тоже все равно делаем пульмонографию, конечно, мы селективно делаем. Когда удобнее. Когда удобнее. Я думаю, вначале, наверное, мы будем это делать, а потом мы от этого уйдем, как бы, чтобы проще было. Но, с другой стороны, надо понять. Понимаете, когда делаете ангиопульмон, окей, бывает там, забита вся нижняя, да, там, доля, а верхняя свободнее. Ну, все-таки ты будешь стараться, наверное, катетер ближе к нижней завести, да? Без ангиопульмона ты тут не определишься. Мы, на самом деле, сейчас, вот если когда-то давно, когда там начинали, тоже в 2000-х годах, пиктейл большим, да, как положено, действительно. Мы сейчас никогда не делаем так, когда работаем с тромбооболевочной артерией. Небольшое количество локально заводим, да, прям, особенно, когда на дистальных отделах еще делаем тромбоктомию до устатки. Вообще, отключаем инжекторы от руки иногда. Аккуратно, чтобы подойти, эти куски вытаскиваешь, и вроде как осложнений нет. В отличие, я помню, такие же ощущения, когда у нас был старый инжектор, и вот это вот... Да, но экспертный центр, который... Хороший вопрос. Мой ответ я не знаю. И я не знаю. Я спрашивал аккуратно у европейцев. Они сказали, наверное, да. На самом деле есть высокая вероятность, что после 6 часов в одной артерии даже у вас будут хорошие результаты по другой. Поэтому, ну вот, то, что предлагали европейские коллеги, они не делают пульмонографию. У них больше 200 кейсов в год они выполняют. И они ставят... Как ангиографию делают. Да, всегда в нижнюю, в нижнюю долевую артерию без проблем. Правая, левая... Потому что как она больше, да? Да, да, она больше. Да, без проблем. Можно вообще. Там очень... Суть-то какая? Катетер двойной. Вы сначала заводите, ну, типа, там он 4-х, может, 5-френчевый сам шафт с дырочками. Когда вы его доставили по проводничку, там, 35-му, скажем, да, убрали проводничок и уже заводите тогда вот этот катетер на конце которого стоят вот эти самые датчики, ну, не датчики, а производители этого ультразвука. И самое главное, что тут нет никакой опасности. Катетер с ультразвуком чуть короче, он сам такой-то остренький, он не выйдет никогда за пределы вот этого пластикового катетера. Ну, тоже абсолютно безопасно. Зная просто, как товарищи иностранцы боятся рентгена, в России так не так работают, это точно. Они, я думаю, заводят вообще без его, без скопии, без всякой. Ну, у меня, наверное, все. Спасибо, Гармана.